Всем привет и приветствую вас на моем канале. За микрофоном как стоп-лагиат и добро пожаловать в очередную часть обзора карты нового дополнения Битвы в Бесплодных Землях. И сегодня мы с вами рассмотрим карты Рыцаря Смерти. Рыцарь Смерти за последнее время успел прибавить в популярности, получить новый архетип, получить усиление и кучу бафов для нового архетипа. И с таким же невероятным успехом, как приобретение нового архетипа и конкретной силы в ладдере, он просто взял и пропал. Да, никакого нормального фрост ДК, никакого нормального блат ДК, никакого нормального ДК на нечестивости, только лишь его ответвление в виде его архетипа на чуме. Сейчас есть в ладдере, к сожалению, ДК и ДХ, то есть те самые последние классы, которые были введены в Хардстоун, относительно недавних пор, да, сейчас оказались на задворках и вообще даже близко их не пускают в таверну. Их просто выбивают оттуда ногами без возможности вернуться. Смогли ли Близзы нас удивить и добавить достаточно карт для нынешнего ДК, чтобы он заиграл в новой мете? Давайте смотреть. А за микрофон, как всегда, плагиат. Если обзор вам понравится и кажется полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И, конечно же, не забывайте делиться тем, что вы сейчас хаваете и что пьете. Ну, а мы начинаем. Опа! Снова реклама Сируса от Плагича. Но сегодня у меня для вас что-то совершенно новое. 6 октября у Сируса открывается совершенно новый реалм под названием Сирус Соул Сикер. И да, вы правильно все поняли. На релизе у самого популярного проекта по Вовке на территории СНГ с огроменным онлайном, этот самый онлайн перейдет все границы. И да, вы ж не забыли, что на Сирусе можно играть абсолютно бесплатно. На релизе Сирус Соул Сикер абсолютно все игроки начнут с нуля, что даст тебе возможность сразиться с другими игроками прямо сейчас. Не забудьте позвать с собой своих друзей. Но если все они заняты, релиз нового реалма это прекрасная возможность завести себе кампанию для дальнейшей игры. Только осторожно, в новом игровом мире будет доступен хардкор мод. Да, ты все правильно услышал. Если твой персонаж умрет, можешь с ним попрощаться навсегда. Но если хардкор мод тебе не интересен, как на счет урвать призовые, которые на релизе будут достигать миллиона рублей? За первый 80 левел, первое прохождение рейда или все-таки рискнешь и первым возьмешь 80 в хардкор моде? Все зависит от тебя. Сирус существует уже более 10 лет и за это время становится все лучше и лучше. Новые расы, новые локации, море уникального контента и многое другое. На Сирусе ты точно не заскучаешь. Чего же ты ждешь? Переходи по ссылке в описании, качай клиент и готовься к релизу нового реалма. Первая карта это за пригоршню трупов. Это новое обычное заклинание на ДК за одну ману, наносит существу урон равный количеству доступных вам трупов. Вроде бы выглядит как очень неплохой ремовал, особенно если вы будете играть на колоде ДК, которая любит засирать стол. Как вы видите, здесь есть и руна крови, и руна нечестивости. Что говорит нам о том, что эту карту нельзя играть в Full Blood или Full Undead ДК. Это уже не очень хорошо, но если мы взглянем на существующие играющие прямо сейчас архетипы, ДК на двух рунах нечестивости и одной руне крови в принципе неплохо. Вы замешиваете кучу чумы, у вас есть лоскутик, у вас икс домоеды, у вас есть возможность сгенерировать какие-то дополнительные ресурсы. И плюс вы как бы играете вроде и от стола, замешиваете чуму, то есть несколько каких-то вин кондишенов. Неплохой плейстайл, но все равно ДК чего-то не хватает. И я не думаю, что за пригоршню трупов ему резко станет чего-то хватать. Нужны ли сингл-таргет-ремовлы для Blood Undead ДК, совершенно так не считаю. Можно спокойно замешивать кучу чумы и потом выставить эти самые 8-5 в натиски с перерождением, чтобы затрейдить любых огромных существ. И эта единичка будет только мешать. Наверное, эта карта пригодится исключительно с рандом-генерацией. Следующая карта, которую показали, это Груда Костей. Это 2 маны 2-1, редкая нежить на ДК с рунной льда и нечестивости и предсмертный хрип. Когда вы в следующий раз добудете карту, вы снова призовете это существо. Сразу скажу, что эта карта ко мне никакого отношения не имеет. И предсмертный хрип будет срабатывать, как только вы будете выкапывать сокровища. Добудете, это вот выделено, да, вроде как отдельное ключевое слово. Это на самом деле копание, добыча сокровища. Как мы уже узнали в первом обзоре карт с вообще первыми картами, которые нам продемонстрировали этого дополнения, ДК очень рад будет выкопать некоторые сокровища. У него даже есть свое сигнатурное сокровище, а именно его код. Наверное, там был код, я его покажу. Если не покажу, будет, конечно, мем. В прошлый раз ты не показал ничего. И, соответственно, Груда Костей отлично туда зайдет. Почему? Во-первых, потому что у вас всегда будет что-то возрождаться. Даже такое маленькое существо, как 2.1, может навести суеты, если будет возрождаться. Плюс это не легендарка, то есть вы можете две таких Груда Костей поставить, да, они будут постоянно резаться. И не забывайте, что есть еще единичка, которая делится предсмертным хрипом выбранного существа со существами по обе стороны. И вы сможете, скорее всего, возрождать, ну, хотя бы один раз тех, кто отъедет, да, при помощи раскопки не только в виде Груда Костей 2.1, а, может быть, какого-нибудь Примаса даже получится воскресить или чего пожестче. Выглядит круто, синергирует с довольно-таки хорошей механикой, которая для ДК пригодится, наверняка, ну, как дополнительная ресурс-генерация. Но есть вопросы. И заключаются они в том, что вообще это такое. Ну, то есть, руна льда и руна нечестивости. Вы действительно думаете, что кто-то будет это играть? Очень сомневаюсь. Как я вижу код ДК прямо сейчас, так это две руны нечестивости всегда. То есть вы всегда играете чуму. И плюс какая-то дополнительная руна. Может ли вам одна руна льда дать столько же value, сколько даст одна руна крови? Я очень сомневаюсь. У одной руны крови есть ласкутик и гномоеды, как я уже сказал. У одной руны льда есть практически ничего. Поэтому здесь появляются конкретные вопросы об использовании Груда Костей. Хоть карта реально крутая. Следующая карта это работящая рука. Это новая обычная нежить на ДК. Три маны, четыре, три. Боевой клич вы раскапываете нежить. На вскидку она стоит на две единицы маны меньше. Плюс эта штука имеет две руны нечестивости. Как я понимаю, работящая рука всегда будет стоить три. А вот если вы разыгрываете на вскидку эту работящую руку, то не она будет стоить одна мана четыре, три. А нежить, которую вы будете раскапывать, будет стоить на две единицы маны меньше. Это круто. Хотя изначально я подумал, что эта карта может на вскидку стоить одна мана четыре, три. Это вообще какое-то сумасшествие, да, лютое. Но ту самую нежить, которую вы будете копать, она будет дешевле. Тоже как бы хуже карту не делает. Почему? Потому что вы раскапываете нежить. Здесь не написано, сколько у рун должно быть этой нежити. Подозреваю, что вряд ли вы сможете копать трехруновую нежить. Но все равно, все равно копать нежить круто, потому что есть и нейтральная крутая нежить, есть и классовая крутая нежить. И работящая рука это дополнительная вэлью генерация, которая отлично зайдет, потому что темповые статы, замечательные руны, в отличие от предыдущей карты. И вписываться, я думаю, она будет во многие версии Undead Calod. Следующая карта это Сева Оборот. Это новое редкое заклинание за три маны с одной руной нечестивости. Призывает четырех существ нежить 1-1 с натиском, погибающих в конце хода. Если за что эти существа, это гномы на пастбище. 1-1-1, он имеет натиск и всегда умирает в конце вашего хода, как если бы вы обилку нажимали, даже если он ударится куда-то и не помрет, то все равно в конце хода откиснет. Из интересного, эти токены, которые вы будете возрождать, являются трупами, то есть они после себя оставляют трупы, что очень важно, потому что многие токены генерации на ДК не позволяют вам оставить после себя трупы, то есть таким образом они избегают абузы. Вот это вот механики трупов, потому что и в БЛАДК это очень сильно работает. Например, с взрывом трупа, когда вы можете вообще любой стол, по идее, этой пятеркой зачистить, если у вас будет очень много, очень много трупов. Все, вооборот, выглядят круто, как дополнительная зачистка, дополнительная генерация трупов для колод на нечестивости, для чумы, как бы, да, здесь этот спелл очень впечатляюще вообще, ну, прикольно выглядит. Кстати, он еще классно зайдет, если вы будете его использовать, плюс используют потом четверку, которая является БЛАДЛАСТом, да, для андет ДК, и таким образом вы, если у вас уже есть какие-то карты, которые могут уйти в лицо, при помощи этих вот гномов, при помощи силоборота, вы сможете чистить ненужные провокации, да, которые вам мешают пойти в лицо и затем сносить. силоборота крутая карта, думаю, что может увидеть свою игру вообще без каких-либо проблем, как с рандомной генерацией, так и с включения в андет колоду. Еще одна крутая карта, которая мне понравилась, это ферма трупов, это новое эпическое заклинание на ДК с одной рунной нечестивости, вы расходуете до 8 трупов и призываете случайное существо с соответствующей стоимостью. И это реально круто, но единственный минус это рандомная генерация, которая может повлиять на то, что призовется. Вы здесь призываете существо, вы его не раскапываете, то есть, по сути, вы получаете эффект такой же, как у пушки, там, этого, Игнис, да. То есть вы можете призвать как Тириона Фордлинга, так и, ну, на самом деле, я так и не скажу, какие прям парашные 8 дропы вы можете призвать, они всегда довольно приятные, но мы смотрим сейчас на максимум, да, если у вас будет, например, 7-6 трупов, все равно очень приятно за 3 маны вызвать 5 дроп, 6 дроп, 7 дроп, 8 дроп. Это является очередным маночитом для ДК, для него маночита нормально так навалили, чтобы он, видимо, как-то попроще себя чувствовал в этой мете. Мне карта нравится, к сожалению, она относится исключительно к архетипу на нечестивости. Хотелось бы, чтобы как-то более были разнообразные карты для блат архетипа, но, может быть, близзы собрали свою собственную стату и поняли, что блат ДК слишком умбовый, давайте продолжать бафать нечестивость, потому что так уж сложилось, что ДК на нечестивости является самым слабым из его вариаций по рунам. Ферма трупов мне нравится, надеюсь, что она будет играть. Следующая карта это Костяк, опять же, эта карта ко мне никакого отношения не имеет, 4 маны 3-3 редкая, нежить, боевый клич, вы добываете сокровище, оно стоит 0. Ну, это вот конкретный уже маночит, о котором я сказал, очень сильная карта, 100% будет играться, но, опять же, мы упираемся в ограничения по рунам. Они добавляют очень жесткие картинки, но затем резко добавляют вот эту вот маленькую звездочку, да, по мяточку, что Костяк так-то будет играться только в колодах, которые как минимум 1 руну льда играют, и тут реально вопросик, как ты будешь это играть, куда это использовать, просто, понимаете, Фрост ДК в последнее время, ну, вообще не имеют права на существование, ну, ничего они не могут в нишней мете сделать, ну, практически. А Костяк комплиментирует именно Фрост колоду. Да, у него не 3 руны, даже не 2 руны льда, всего лишь одна, но с чем это будет сочетаться, как это получше составить, я лично ответить на такой вопрос не могу. Сам же эффект очень крутой, вы добываете сокровище, оно всегда будет стоить 0, вне зависимости от того, первого тира сокровища, второго или третьего. Очень жесткая тема, если вы сможете несколько раз этих Костяков там каким-то образом нагенерировать, например, с той же самой руки, да, это будет нереально сильно. Может быть, с новым дополнением мы увидим какую-нибудь, какую-нибудь аномалию из нечестивость Фрост ДК. Пока что звучит как говнище, но, может быть, что-то придумаем. Переходим к легендаркам, и первая легендарка это Бригадир Реско, это новая нежить легендарная за 20 маны, 6-3, сруны нечестивости и сруны льда. Вот мы, опять же, да, поинт мой подтверждаем с тем, что, видимо, будут гадать и прикалываться с каким-нибудь Фрост Андет ДК. Натиск стоит на одну ницу маны меньше за каждое существо, погибшее в этом матче. При смертых рип вы получаете контроль над случайным существом противника. Когда-то была Сильвана, да, потом была другая Сильвана с Тремщиком, но теперь Бригадир Реско. 20 маны вас пугать не должно, потому что, ну, погибает существ у ДК в матчах миллион, особенно если мы будем говорить про Натиск ДК, ой, Натиск Грю, про нечестивость ДК, потому что у него очень много токенов, они всегда умирают, перерождаются, и трупов действительно можно насобирать там к 6-му, 7-му, 8-му ходу очень много, настолько, что Бригадир будет стоить достаточно, чтобы применить свой довольно-таки жесткий предсмертный хрип. К этому мы прибавляем тот факт, что можно на ДК несколько раз активировать предсмертные хрипы. Есть куча там вот Мертвый Эфир, например, как мейстримы, замечательный редкий спелл, который позволит эту Бригадиршу вообще обузить по полной Бригадира. И в итоге мы получаем, ну, в теории, во-первых, карту с жестким мано-читом, который можно выставить за ноль, как того же Йоксарона, да, но уже скоро нельзя будет. И плюс, не забываем про синергии, которые есть у ДК, ну, вот Йодль, вот эта вот Крикунья, Мертвый Эфир, единичка, которая хрипы будет распределять, и в какой-то момент у нас Фрост Андетт ДК сможет получить возможности контроля похлеще, чем у Блад ДК. Посмотрим, во что это выльется, пока Бригадир выглядит жестко, но все еще есть вот это вот небольшое такое у меня опасение, что Фрост Андетт ДК просто не сможет заиграть, потому что до селя мы нормальных архетипов вот на таких рунах, ну, нормальных сборок на ДК не видели. И последняя карта на ДК, которую показали, это Грызи и Глот, это еще одна легендарка на ДК 4 ман 1-8. В конце вашего хода вы получаете 5 трупов, в начале вашего хода вы расходуете 5 трупов, и ваш герой получает плюс 5 к здоровью. Как вы видите по рунам, эта карта имеет руну крови и нечестивости. Очень тяжелые статы, ну, то есть тяжелые в плане живучие это Грызи и Глот, они нифига не бьют, но, собственно, являются таким вот отдельным движком с очень сильной аурой. То есть аура, считаю, постоянно будет вам обузить 5 трупов, даже если у вас этих трупов не будет, и вы всегда, если у вас Грызи и Глот на столе, если вы каким-то образом засекюрите Грызи и Глот на столе, если вы дадите антимагический панцирь, и не будет сайленса или нон-таргет ремувала, или нечем будет разменять, то Грызи и Глот стабильно вам будут лутать по 5 здоровья каждый ход, это очень много. Не забывайте, что это просто не хил, типа на 5, а плюс 5 к здоровью, то есть это именно вот если вы будете играть руну, вот эту вот, точнее, ну, карту за деманы кровавую вот эту, да, которая дает вам плюс 5 или плюс 10 хп, вы эту Грызи и Глот, если она на столе будет стоять, вы постоянно будете получать плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс 5, и так можно будет сразу же, прям с первого дня дополнения, поставить новый рекорд по суммарному хп у ДК, да, то есть Грызи и Глот постоит, типа, 4 хода плюс 20 хп, вообще, здрасте. Ее 100% нужно будет эту карту контролить, если ее будут играть, и как раз-таки вот играть ее смогут в нынешнем более таком, точнее, менее туманно играющем архетипе, если вот я говорил про Фрост, Андетт ДК, что это какая-то непонятная сюра и непонятная говнища, ну, в теории может получиться, то Грызи и Глот, вот, пожалуйста, используйте эту замечательную парочку в своем Андетт Блад ДК с картами чумы, с лоскутиком, пожалуйста, используйте только так, отлично зайдет. Главное, чтобы у вас была возможность засекюрить эту карту на столе, чтобы она постояла хотя бы 2 хода. Тогда вы получите с нее достаточную value, чтобы использовать ее в своей колоде и не раскапывать с рандомной генерацией. Крутая карта, мне нравится, но она может, скорее всего, просто быть медленной для этой меты, и, скажем, из-за этого ее использование моментально сократится. Не знаю, насколько можно будет легко ее рандомно сгенерировать, но если это получится, то Грызи и Глот это вообще, наверное, одна из самых желанных раскопок для любого вида ДК. Что ж, ребят, ну на этом очередная часть обзора карт подходит к концу. Как вам Грызи и Глот? Как вам вообще карты на ДК? Что вы думаете, какой архетип наверняка заиграет? Это будет ДК на нечестивости и крови, либо ДК на крови и... Ой, крови говорю, нечестивости и руне льда. Делитесь своим мнением в комментариях, но за играфоном был Какстап Лагиат. Огромное вам спасибо за просмотр. И, конечно же, увидимся с вами на следующем стриме, который проходит каждый вечер на моем Твиче и на Ютубе, и в следующем ролике. Покеда! Субтитры подогнал «Симон»!